Здравствуйте! С вами Ольга Воронова и YouTube канал Природа Будущего. Чем хорош июль? Да это тем, что в основном все цветы расцветают. И наши цветники каждый день приобретают все новые и новые оттенки. Вот каждый день какой-нибудь расцветает новый цветок. И в том числе великолепные флоксы. Кто их не знает, очень неприхотливые. А самое главное, столько сортов, столько расцветок. Представляете, это не каждый коллекционер еще собирает их все. И я вас хочу обрадовать. Сейчас, когда флоксы расцветают, бутоны расцветают, уже видно какие они. Вы можете очень легко их размножить. Размножить понравившиеся сорта. И не только на своем участке. А допустим, у соседа увидели, у знакомого какие-то совершенно потрясающие флоксы. Может, вы даже название этого сорта не знаете. Но вы можете иметь их в собственном саду легко и просто. Как это сделать? Я сейчас вам покажу. Так это тем, что расцветающие цветы здесь можно чайенковать. Обычно, как правило, у большинства культур, все-таки, когда цветение, это уже получается хуже. А вот у флокса получается замечательно. Конечно, лучше при начале цветения. Когда цветение уже заканчивается, немножко не тот сезон, скажем так, для их размножения. А тут что хорошо? Ведь вы видите, что размножаете. Вам что-то понравилось у того же соседа, вы увидели, как это выглядит. И мы срезаем буквально цветущие побеги. Что мы должны срезать? Сейчас я вам покажу. Мы срезаем буквально сам побег флокса. Буквально-буквально весь. И уже его мы понесем на рабочий стол, чтобы чайенковать. Как это сделать? Я вам сейчас покажу. Как бы ни был красив этот флокс, А все-таки придется цветок отрезать и нижнюю часть отрезать. Мы должны оставить только среднюю часть длиной где-то 15-20 сантиметров, не больше. И оба среза мы делаем абсолютно ровными. Вот что у нас осталось в качестве заготовки черенка. Почему я сказала, что оба среза должны быть ровными? Не случайно. Ведь вы, наверное, слышали, что у РОС, например, нижний срез нужно делать под углом 45 градусов, чтобы, как говорится, больше была поверхность. Делается и так, и так. Но есть разница. У растений, у которых листья, посмотрите, из одной точки выходят, вот такие породы растений, то у таких делаются ровные срезы. А бывает, когда листья со сдвигом растут от стебля. Вот у тех и делается под 45 градусов. Так что здесь ошибки никакой нет. Теперь смотрите. Нижние листья у черенка мы вообще отстригаем. И средние мы тоже отстригаем. Предпоследние один отстригаем, от второго оставляем маленькую часть. И верхние мы укорачиваем наполовину. И все это мы делаем с помощью секатора. Посмотрите, какой у нас в итоге получился вертолетик. Видите? То есть листья по минимуму, но мы оставляем. Иначе как будет осуществляться жизнедеятельность? Это нужно для черенка. Но лишние листья не нужны. Они как раз не дадут возможности образоваться корням. Еще раз показываю, как вылезет правильный черенок. Посмотрите. А потом же его можно начинать укоренять. Но не все так просто. Просто так. Само практически ничего не укореняется. Нужно перед тем, как сажать в горшочек, нужно выдержать в каком-либо стимуляторе. И тут, конечно, дачники используют самые разные стимуляторы из тех, что можно купить в магазинах. Но среди них есть те, что лучше и есть те, что хуже. И не факт, что в выбранном стимуляторе все получится. Бывает, что черенок и не укореняется. Если хотите наверняка, то поставить на 8 часов нужно в особом препарате. Это растобион. Мощный препарат, который и для укоренения подходит, и для стимуляции роста, стимуляции плодоношения. Он универсален. И из всех стимуляторов он из натуральных считается самым сильным. Вот в него я сейчас, вот этот возьму стаканчик, прямо в неразведенном стимуляторе. Вот это секрет укоренения. Потому как по инструкции этот препарат для различных целей разводится. Но мой метод, вот для укоренения таких растений, как флоксы, не разводить. Тем более, что его потребуется всего ничего. Сейчас, конечно, я его открою. Наверное, мне придется сделать это с помощью пассатижи. Здесь очень хорошая крышка. И поставлю туда черенок на 8 часов. Растобион от компании Биокомплекс. Флокс – это удивительный стимулятор, который просто будет гарантировать вам приживаемость потом любых черенков укоренения. Так что вот свой флоксик я поставила как раз в Растобион. И через 8 часов буду его высаживать в горшочек. Прошло нужное время. И я теперь могу высадить свой флокс в горшочек с землей. Вот о земле поподробнее. Обычно очень многие черенки укореняют в песке. Или же смесь земли с песком, где песка большинство. Делается это от патогенной микрофлоры. Для чистоты, так сказать, эксперимента. Но флокс можно в обычном грунте. Ну, конечно, лучше купить какой-нибудь специализированный для цветов. Ну, из теплицы лучше не копать. Тоже для гарантии от всяких инфекций. Но флокс – удивительно неприхотливое растение. Поверьте, он нормально укоренится просто в грунте. Ему вот таких танцев с бобнами, песка, там специальных смесей не нужно. Самое главное, что он у нас в Растобионе постоял. И теперь мы его до первого практически, ну, максимально заглубляем как можем, поскольку листики отрезаны. Но верхние укороченные листья, конечно, должны быть на поверхности. Просто заглубляем в грунт. Вот и все. А теперь полили этим же Растобионом, в котором он стоял. Не водой, а именно Растобионом. И посмотрите, как будет. Вот так. Можно весь, можно не весь, в зависимости, какие свойства грунта. И теперь наше укоренение стартовало. Мы, естественно, можем сделать здесь, вот, например, такое укрытие из бутылки. Мне нужно будет подобрать просто бутылку повыше и обрезать ее. Я вам сейчас показываю принцип. Здесь я обрезала недостаточно. Нужно обрезать побольше, чтобы вот так стояла моя бутылочка. А через крышку, отвинчивая ее, я буду проветривать свои флоксы. В данном случае здесь у меня один черенок. Ну, в общем, лучше взять вот от такой канистры. Видите, тут уже сразу есть для проветривания. Но по размеру черенка подрезайте. Сначала посадите, а потом отмеряйте, как отрезать бутылку. И где-то недели через две ваш флокс укоренится. Начнут расти листочки. Вы это увидите. Вообще по его состоянию увидите. И через три недели вы его можете уже высадить куда-нибудь в школку. Ну, можно и на постоянное место, но там как бы его не повредить. Ну вот, это необходимо и достаточно для того, чтобы размножить сколько хотите прекрасных флоксов. Благо цветок это позволяет. Но, конечно, все дело в укоренителе, какой вы используете. Ростобион в данном случае гораздо лучше корневина. Так что попробуйте эту методику. Ну, а сейчас я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и YouTube канал Природа Будущего.